Субтитры сделал DimaTorzok Да, она совсем в последнее время распоясалась и не появлялась в нашей передаче Ну, потому что я была то на выставке Паука, то на концерте УДА, впадала в дикий угар, собирала впечатления, чтобы делиться со зрителями Ну, кстати, Фея Светлая тоже бывала, не появлялась на передаче Бывала, бывала, не об этом У нас с вами легенды просто рок-музыки зеленоградской, которые начали играть еще, когда я еще была мелкая Мелкая Да, играли так, что все дико угорали на концертах А ты тоже мелкая там угорала В мечтах В мечтах, когда я была маленькая, мечтала познакомиться с такими крутыми чуваками, с такой веселой группой Вот, и теперь мы приветствуем группу Nosferatus Привет, друзья! Здорово! Ну что ж, собственно, надо, конечно, необходимо, так сказать, сказать, кто непосредственно у нас в гостях Да Ну и кто же у нас в гостях? Представьтесь, пожалуйста Аэм Люциус, вокалист и как бы держатель этой банды По сроку времени, потому что самому приходится всех брать, тащить на концерт И дико там пугать могилами и всякими там за угробными, затробными вещами А как давно ты занимаешься музыкой вообще? Смотря что считать под музыкой В три года я уже пел гимн Советского Союза Потому что другого ничего такого потребного не было по телевизору Вот приходилось учить как бы Ну а на инструменте, когда начал лобать, как у бригер? Я пытался играть на всем Но все закончилось на вокале Ну ты бригер Да То есть, а, на вокале? Все закончилось плачевно Ну да, как бы хотелось и гитару, и все сразу Но все-таки лучше нормально отдаваться вокалу Чем не нормально отдаваться гитаре Извиняйся, а вокалом ты как-то специально занимался? Или у тебя само просто? Я понял, что это семейное как бы А, то есть у тебя просто родители Бабушка пел, мама пел, там, отец пел Это масонская организация Они из поколения в поколение передают вокальные данные И как бы вот он последний мальчик в семье как бы решил Не последний Ну предпоследний Продолжит традиции ордена Ну да, да, продолжит традиции ордена, да И начал вокалировать И как бы все шло само собой А, ну понятно Так, ну а вот это, значит, вы, пожалуйста, представьтесь На человек в красный палец Он сам скажет себе сам Я такой, как бы, не участник Носфератуса Но я серый кардинал Музыканты меняются, а я остаюсь То есть ты с группой Носфератус уже давно? Да Он везде нам помогает, везде поддерживает А как, если не секрет? Как бы где-то вот здесь прячусь Да, например, там, налить водки в стакан Или там Раздать флэра, продать билеты Выйти на сцену с отрезанной рукой, там, маски А, то есть ты как бы больше по организационной части И по части шоу Ну, где-то так Даже очень где-то Если много не выпью, где-то так Ну а все-таки как давно существует ваша команда И вот как давно вы знакомы, там, например, с Люцифером И, в общем-то, на какой почве вы подружились? На почве мы познакомились где-то в году 95-м Ближе, может быть, так, к 96-му Ну, где-то Я не помню Это такой промежуток Ну, Леха-то не помнит Я помню Я помню, я помню Но все это произошло на почве алкоголизма такого адского Как бы мы выпили водки и сошлись Короче, где-то в Зеленограде около сцены Где-то в лесу сначала, а потом где-то около сцены Ну, Леша, а все-таки агруппы-то существуют как давно? Ну, если взять конец 93-го То мы ближе к началу 94-го 13 декабря 93-го года Вот так вот Обалдеть! Ну, это уже довольно давно, друзья мои Это уже целая вечность Это не то, что давно Это прошлый век А есть такое выражение Как бы дебилы не стареют А я не к тому сказала Не надо превратно понимать мои слова Я не к тому, что кто-то стареет А просто к тому, что У вас уже должны быть какие-то достижения, наверное То есть расскажите о ваших достижениях музыкальных Ну, как бы мои дети это Демо Ну, как бы твои дети твои альбомы Ну, конечно Вот у меня их три Сейчас четвертый на подходе Ну, так, помимо этого Естественно, очень Единственное, что могу сказать Как вообще мы вылезли Потому что полно же было Вот этого всякого Ну, еще бы Еще более 90-е годы Треш твою мать 95-й год Декабрии танковых войск Зеленый театр 8 марта Опять же Леша, с какой целью ты начинал петь? Ну, то есть там Бабло Там, угар Там, телки Или там желание заработать Там, например Как бы себе репутацию Чтобы выступать там С иностранными группами Я думаю, что это крик души Или просто крик души Но, кстати, крик души мы скоро услышим Не, а как это все было? Короче Вот один из Родоначальников Борода Бывший Харом Им требовался вокалист А я, как бы Пришел из армии Подхожу к нему И говорю Почему у тебя Орден сатаны Там, в общем-то Висит на груди Ну, это Коррозийный значок Ну, и как бы Он говорит Ты тоже там Туда-сюда Короче, я их Позвал на пьянку И что-то запел Так случайно В принципе Ну, как обычно Бывает А давайте, кстати Ознатковим Сейчас еще Кто-то что-то хотят добавить Пока я не забыл А запел Почему-то я под The Side Каннибал Корпус И группу Dead Ну, бывает Как-то вот Сложилось так Ну, на протяжении Можно сказать Там уже лет С 95-го года Сколько-то прошло Лет 12 Хорошо Хорошо Говорю Ой, ой Писался 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 непрямо Он всегда любил петь Ну, прям как я Слушай, я вот тоже люблю петь Как выпьет, так запоет Ну, что ж Я думаю Стоит ознакомить Наших нынешних зрителей С музыкой группы Носфератус Потому что Даже наверняка Кто слышал ее Я думаю Что им будет приятно Еще раз услышать Вот И наконец Понять О чем поет Леша Люцифер Потому что я До сих пор Этого не поняла К сожалению Попробуем Да Мы отключаем Кашар Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ну вот, например, вы упомянули зловещие мертвецы Вот непосредственно То есть вы поёте о том, как мертвецы встают, например, из своих могил И дико нападают на людей Почему они встают? А, ну так и почему же они встают? Уже им хочется Это, как бы, об этом говорит соло-гитара Почему они встают? А так, если вклиниться вовнутрь Почему они встают? А почему они встают? А, ну вот видите Берримор, почему они встают? Вот орхидеи ещё не зацвели А я сейчас... Время есть, я сейчас отвечу Они встают потому, что, как бы, человечество Ну, как бы, люди, они не хотят понимать, что они вот умрут навсегда Естественно, они создают такие мифы Одни там, там, божественные мифы Другие такие вот утробно-мясные Только я не понимаю, в чём прикол, то есть, да Вот, как бы, встают-то они встают Но в каком виде, там, в каком качестве Вот какой от этого кайф? А вот прикол как раз и непонятен А, нет, нет, на самом деле прикол Я скажу одно, то есть На самом деле прикол-то есть, на самом деле У кого-то кто-то встаёт в каком виде и в каком качестве Кто-то тоже в таком же виде и в таком же качестве Вот в этом-то и прикол Я могу одно сказать, что в пять лет я слепил гробик со скелетиком Это откуда-то идёт, короче Ну, Лёш, ну а всё-таки скажи мне, что побудило? Ну, ты же пишешь, да, все текста, как я понимаю? Ну, больше некому Ну, а всё-таки что тебя побуждает писать, там, предположим? Ну, то есть это какой-то, там, спохмелье, абстиненция Это, в принципе, тоже творческое, там, вдохновление Любовь, там, желание убийства, желание плоти, там Или, там, желание, там, возить кожаный жезл, там, в какую-нибудь, там, тётеньку, там Или, в общем-то, любовь к фильмам ужасов То есть что побуждает, вот, именно к этим текстам? И если не сложно, зачитай, пожалуйста, какой-нибудь четверостиший из песни Потому что я очень давно пытаюсь разобрать хотя бы одну Не, ну, я уже готов, как бы Какой шустрый Молодец Ну, это наша такая коррая вещь, месь зомби Текста писались от балды Идёт это так Пожалуйста, пожалуйста Трепанация черепа С махом, ударом топора Съеден мозг, лопнули глаза Много трупов будет до утра Ну, это, как бы, такая стёбная вещь Ну, да, ну, как у паука прям Опять же, предс тобой возникает такой Реально такой, вот, хороший трэш-видео зомби Ну, то есть, это всё-таки как-то, вот, я не знаю Это тебе, вот, на хорошее настроение придает, да, вот, подобные картины Да не знаю, как бы, любовь к темноте, наверное А-а-а, к неизвестному, возможно, да? Да, насколько я знаю, ты ещё любишь, там, Философию, всякие, там, отвлечённые размышления Я помню, стоя перед концертом Вейдер Как раз, в общем-то, я встретила тебя Вот, ты, в общем-то, стоял с батлом чего-то там Виски Да, чего-то спиртного, да И, в общем-то, если мы говорили о земном То ты, как бы, полностью отлёгся от разговора И стал смотреть в небо, там, и говорить, например, о космосе То есть, впечатляет ли тебя, как бы, и думаешь ли ты об астральных вещах? То есть, или ты тоже думаешь о земном? Не, ну, они постоянно меня преследуют, как бы Иногда, вот, подумаешь, допустим, вот Как бы, идёт какой-то, там, какой-то чёрный период в группе Думаешь, всё, как бы, никому это не нужно И всё равно находится какой-то движок Который тебя, как бы, дальше двигает Как бы, мы не просто вот так вот играем музыку И это же тоже, как бы, затраты энергии Затраты, там, звонить по телефону всяким мудакам Говорить, давай, сука, иди на репетицию Идёт какая-то движуха Просто кто-то тебя двигает Ага, так, отлично И вот у нас вопросы сейчас, но это видно уже ко мне Привет, слон, тоже тебе Фея тёмная, какое ещё телевидение бывает? Слон, ну, мой ответ просто Другое телевидение, оно всё дерьмовое Поэтому смотри Живое ТВ и больше не спрашивай таких вопросов Совершенно верно Слон Да, слон Кстати, это тайная кличка моей второй ведущей Да Ну, да Да, это от группы Ном Можно сказать, что тайная Подпольная, да Скажу, что не бегемот Бегемот из другой вид, из группы Хуйродей Да, ну а теперь, Дёша, скажи всё-таки Вот, какие ситуации бывают на концертах То есть ты, в принципе, себя позиционируешь Как такой сатанист, такой мощный блэкер Кстати, вот, пожалуйста, спой что-нибудь с гроулингом Потому что я, вот, например, до сих пор не верила Что человек вживую может так сделать То есть я думала, что тут какие-то примочки Сделаю что-нибудь, типа Убей, стой, и блядь Это сейчас была зарисовка порно-грайн Какая-блядь Иди-ка, будь что-то рычишь, короче Ну, расскажи всё-таки про смешные истории на концертах Я ведь помню, вот начинали Наверняка, когда был железный марш Вот такое Как сейчас помню Да, порно-развязанность навеянная Там, пауком, КТР И наверняка были всякие весёлые ситуации Там, а Бугария на гастролях А Бугария с тёлками, да То есть там Или, предположим, о дико-алко-темах Потому что даже сейчас вот Нет такого разгула Среди рок-групп, как тогда в 90-е То есть очень интересно Может быть, мне даже жалко несколько Что это не застало На самом деле, ещё больше разгула есть Не, ну как бы, адский палец подсказывает Но я как бы и сам хотел это высказать Когда выступали мы в Зелёном театре В парке Горького Была такая маза Сходить Сходить За алкогольными напитками Зелёный театр Это А забор, он Имел такую форму, как Крючок И, короче, нам выходить на сцену Я пошёл за водкой И, короче, я повис на джинсовке На этом крючке И спрашивают А где, в общем-то, Люцифер? А он там вот висит Висит на заборе Он на сцену выходил Он там на заборе висит Он висит между небом и землёй О, слушайте Ну это, конечно, очень глобально Не, на самом деле, насчёт истории Это Можно очень долго рассказывать Знаменитое падение На Зеленоградском рок-фестивале Я ничего не сделал Взял пиво Глотанул и, как бы, разлил его А там был Сукалинолеум Я просто подхожу там Но зато очень смотрелось практично Потому что, наверное, сдалось Моё, как бы, увлечение Восточными наборствами Я, как бы, это сделал, как бы, лаконично Не так, как пьяный ублюдок А так вот Плавал по сцене, как будто Мы-то пьяные Как будто Доморощенный, в общем-то, зомби-дельфин Да Да, это круто сказано Да, в релаксе тоже, как бы Отдельная тема Концерт в релаксе состоялся В году, там, в 98-м, по-моему О, стаканчик передаю Лёш, ну расскажи Вот напрягают И подхожу Говорю, блин, ну тебе уже пора на сцену-то выходить Ну, уже всё Времени нет Ну, ладно Сейчас вот мы на могиле усопшего Это в эрклубе было В эрклубе, да В релаксе перепутал В эрклубе На могилах Да не, короче Мы пошли на кладбище Тебе на сцену В результате перепутались Там ещё Вадик из Демонов Гильотины Нас всех-всех попутал Вадик тебе привет Я знаю, куда идти И всё, мы заблудились Привет Зодиаку из Демонов Гильотины Сатиру там, в общем-то Мощному продюсеру Афиш и всего такого А почему, кстати, такая любовь к кладбищам? То есть это, может быть, стало там модно Ввиду готики Или вы изначально испытывали любовь к кладбищам Почему такая любовь к некрофилии? И встречный вопрос Некрофилии не было Вот, по-моему, если бы вам предложили заняться Например, на некрофилии За дикий прайс То есть, ну, предположим За миллион долларов За которые вы могли бы издать там Мощный альбом Уехать на гастроли в Польшу Там, с группой Вейдер Вот вы бы согласились или нет? Какой был первый вопрос? Откуда любовь к кладбищам? Отлично! The best Я думаю, от школы Потому что исторический музей На первом этаже одни могилы И как-то там засматриваешься на могилы И думаешь Ну, если это на первом этаже Всем показано А там наверху там Какие-то костюмы Ну, как бы, в общем, заинтересовал это Египет тоже здесь Немаловажную роль играет Ну, интересно А, то есть, возможно, посещение музеев там с гробницами? Ну, да, началось все с музеев, как обычно А Ну, то есть, это вот, наверное, Пушкинский музей Там, этот самый Зал гробниц там Ну, да, я там, правда, только Аполлона успел А, ну, понятно Это как и большинство, короче Нам пора песню уже еще одну заслушать, кстати Да, потому что Давайте дико послушаем Очередную вещь Носфератаса и угорим А, отлично, отлично А какая она по счету У нас сейчас будет Какой номер песни, которую вы хотите послушать? Можно вторую? Вторую мы только что слушали Нет, не вторая была Ну, в общем, там Мочи, короче Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Не, ну мы его после этого как бы выгнали из команды. Не, ну реально поставил. Тебя зовут в Питере, а у него типа тёлка и какая-то херь. А при чём здесь рука? Ну потому что он её рукой теребит. А, всё, понятно, понятно. Замечательно. Алёша, на самом деле, вот кто у вас, снова ваши фанаты, вот полувозрастной статус, вот, то есть там молодёжь, там... Ну это отдельный разговор. Да, нет, почему скажи. Или тёлки, там, или крутые, там, ребята. Нет, есть когорта, которая осталась ещё с 90-х годов. Я их постоянно встречаю, и как бы они жмут руку и говорят, брат, кстати, Миха, привет. Ну, Миха там один из... Привет, Миха. Миха. Как в поле чудес. Да, угадай, угадай мелодию. Нет, передай им привет. Сейчас мы передаем привет Михе. И, кстати, вот, потом будет время посмотреть тот диск. Как вы объясните то, что девки ехали на вечеринку, посвящённую группу Хим? Да, по-моему. В итоге они казались все на насферации и там дико орали. Я думаю, там возрастной ценз идёт от нашего возраста и до, ну, совсем маленьких выявлений. А, простите, ну ладно, не будем спрашивать о возрасте. А может быть, дело в том, что у вас просто было дико больше бухла, например, чем у группы Хим? Или нет, или дело не в этом? Я думаю, было клёвых мужиков больше, чем, как бы... А, ну ладно, хорошо. И, кстати, чем кончился этот концерт? Отдельный разговор. Ну да, то есть в эфире... Просто была ознакомлена со мной девушка, дико похожа на Гуана Эпис, и всё это кончилось очень хорошо. Естественно, познаниями в естестве отношений к мужчинам и женщинам. Кончилось всё альтернативным сексом на основе... Альтернативным даже сексом? Брутал дезметалла. Альтернативный секс, это очень интересно. Альтернативный секс, когда по спине спускаешься как бы дальше и высовываешь, потом опять входишь и... Ну, альтернативу, короче. Вот тебе кожа, вот тебе внутренность, как бы, как хочешь... А в результате просыпаешься где-то в Биберево, без денег, блин, ну довольны. А в итоге не стоит слушать Гуана Эпис, вот к чему приводит слушание Гуана Эпис. Ну, нормальную команду вообще никто не назовёт Гуана. Эпис. Ну, а... Леш, ну а всё-таки самое ужасное происшествие после концерта, то есть вот, чтобы ты с утра проснулся, там, схватился за голову, там, или за попу, как бы, сказал, блин, ну вот так вот больше никогда. Ну, расскажи, пожалуйста, самое ужасное просыпание. После концерта, как бы, концерт, он кончился, приехали к Ашюту нашему бывшему гитаристу, да? Ну, он в Америку уехал. Чем всё кончилось? Пришёл его друг. Они дико ставили, начали металлику. Ну, как бы, у меня либо металлика, либо слэр. Естественно, я взял магнитофон и... И выкинул. Выкинул. И завязал с небольшой потасовкой. Короче, я был изгнан из этой попсовой квартиры. Ну... Из этого притона. Короче... Стрешевиков. Чем всё кончилось? То, что была разбита этой... У консьержки это стекло. Я сел в непонятный автобус, а был это в Зеленограде. А, это когда коров уехал встречать. А это кончилось с тем, что меня увёз непонятный автобус. Я проснулся утром в Натовке, открывая глаза. И на звонок мобильный он сказал, блин, я лежу в поле, коровы ходят. Нет, короче, деревня, коровы мычат. Я такой в поле лежу, такой... Ну и... Ну и где же ты оказался? Я оказался в деревне. Селяне меня выходили. Откормили, от этого голоха у него стало ещё брутальнее. Молоком напоили, да, так вот, типа? Ну, ну, девкой, молоком. А, седом там это немного, да? Молоком и девкой? Ну, да, хорошо. На самом деле, если вот так по-человески, это шок, конечно. Не, ну вообще да. А тут присыпаешься в поле с коровами и... И с девкой. И можно даже подумать, что в Зеленограде, что типа Москвы. Был в Москве, и тут коровы, в общем. Ну, а всё-таки вы из Зеленограда, поэтому скажите, вот чем-то зеленоградский рок-угар, он отличается от московского? Пусть сначала скажет. Палец. Отличается. Потому что мнения бывают разные, но я думаю... Я бы сказал, отличается очень сильно. Обоснуйте, пожалуйста, вашу позицию. Зеленоградский рок-угар, он заключается только в нескольких командах, которые существуют на территории Зеленограда. А у вас же их очень-очень много. Очень-очень много, да. Но это рок. Был, да, рок-фестиваль. Это рок. Есть очень тонкая грань между роком и... Ну, я поняла, согласна. И роком. Поэтому я скажу, в Зеленограде есть две команды, которые, как бы, на мой взгляд, могут как-то... На твой слух. На мой слух, да, компенсироваться. Ну, безусловно, самая тяжелая команда Зеленограда это Носфератас. Нам грамоту дали даже. Здесь никаких вопросов даже нет. Вторая, которая может претендовать на эту вещь, это Эрикаст. И то... Где-то, 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 где-то. Не, ну, они как в большую сторону, как бы, слепноты. Да, они более слепнотовские, корноподобные. А такой вопрос, вот сейчас стало очень популярно рассуждать на тему true, не true metal. Как бы, что в вашем понимании true metal, а что нет? То есть, вот, ваше отношение к Бурзум, там, к Викинсу, там, и стоит ли вникать вообще вот в эти основы true, то есть, там, подавляться, там, Мэйхин, там, или Викинсу, там, и так далее. То есть, и вообще ваше отношение религиозное, вот, к металлу. То есть, если ты играешь в металл, предположим, обязательно ты, там, должен быть сатанистом, там, врубаться в мощный, там, адский угар. Или можно просто играть музыку, там, бухать и на этом ограничиться. Или все-таки жизнь должна соответствовать тому, о чем ты поешь. Вот твое мнение, Леша, и твое мнение, Этик, тоже очень интересно. Ну, по большому счету, первое. Не, ну, в смысле, во что веришь, то и пой, и ту и пей, как бы. Да, ту и пей. А можно, как бы... Ну, вот твое мнение по поводу тру и не тру, как бы, это актуально или нет? Не, ну, очень постоянно встречаются, которые не тру, и постоянно встречаются, которые с тру. Не тру, с тру, это уже, конечно. Те, которые не тру, они хорошо играют. Те, которые не тру, они плохо играют. Потому что, либо на первом месте идеология, либо музыка. Ну, кстати, есть хорошая группа, которая... Ну, есть группа, их осталось мало, которые умеют соединять тру и не тру, я считаю, талантом. Вот, как бы, преклоняюсь перед ними, не буду говорить перед кем. Абсолютно соглашусь. С этим мнением. Как бы, надо... Если талант и идеология совпадают, как бы, это правильно. Но, на самом деле, я считаю, вот, тру, не тру, блин. Я, вон, заперся в ванне и потру сам. Ну, да. И сам себе тру и не тру. А, вот и слушай. Как бы, время показывает, кто истинный. Потому что был всплеск, я извини, я перебью, адский палец. Надо слушать. Был всплеск, когда был всплеск блэк металла. Очень много было. Остались единственные критерии. У нас азбука Морзе, по-моему, с одной из ведущих. У нас азбука Морзе. Азбука Морзе. Это мимик. Не жестов, язык глаз. Мимик. Да, мимик. А вот как раз, а потому что я хочу просто у тебя спросить еще, вот, палец адский. Возвращаясь к предыдущему вопросу, вот, ты упоминал, ну, в смысле, еще до того. Ты упоминал команды, да, в Зеленограде, то есть, которые там, вот, рок, которые играют рок. Понимаешь, рок это тоже достаточно широкое понятие, да? Широкое, да, абсолютно широкое понятие. Вот, а они какой рок играют? То есть, какой классический какой-то, я не знаю, там, как вот классический. Едик, можно я сейчас скажу? Просто мне интересно. Едик, да, сейчас скажу. Это очень широкомасшабная вещь, сейчас, Леша, ты скажешь. Дело в том, что в Зеленограде больше 86 даже, может, на данный момент больше 100 команд, которые играют. Кто-то начинает, кто-то уже давно, кто-то что-то там пробует, молодежь, как бы, это все вырастает. Ну, как бы, на четырех-пятилетний промежуток назад, как бы, было 86 команд в Зеленограде. Ну, да, но вот хотя бы на что это похоже, мне просто интересно. Или каждый по-своему, или как? Алексей вот хотел сказать. Ну, вот в большей степени, допустим, вот, типа чего это? Мне интересно. Это типа... Я бы сказал, что это говно. Да, вонючий наглядный пример. У нас был фестиваль, назывался, не важно, как он назывался, короче, там висел логотип города Москвы и логотип Единой России. И все это говно, как бы, сосало у них. И, по-моему, даже люди, которые не любят дезметал, не любят метал, они сказали, мы лучше будем на сферат слушать, потому что они живые, чем вот это говно, которое... Но в плане того, что они такие, как бы, подстилки, так сказать, у правительства, да, вот могут быть. Не, не то, что подстилки у правительства, а просто... Ну и... Просто люди... Не, на самом деле люди талантливые, играют музыку в разных направлениях, начиная там, блин, от регги-рок какого-нибудь, вот таких вот, там, трэш, там, не знаю. И почему-то засижу, что в Зеленограде. Ну, конечно. Есть коллективы, вот, к примеру, мне нравится группа Куба. Это, видимо, это регги, да? Это древние регисты, которые нас все насрать. Это... Судя по названию. Отличная команда. Растаманская. Да, она играет, ну, как бы, вот, мне это нравится. Понял. И им, как бы, не впадло бухать с нами, они нас понимают. Они не напрягают никого никогда, и поэтому, как бы, их встречаешь постоянно, они, о, здорово, блин, и все. Понятно. А в Москве, соответственно, ситуация отличается, да? То есть существует много вот коллективов, такие как ваш, да? Ну, то есть, ну, по крайней мере, по... Спасибо за передачу стаканов. По стилю, да? То есть, ну, больших, скажем так, металгул. Нет, не в этом дело-то. Нет, это я уже просто спрашиваю про Москву. Ну, я понимаю, что дело не в этом. В Москве намного, я думаю, команд больше, во-первых. Вообще, да. Вообще. Ну, тем более, вообще Зеленоград на Сентябре это Москва. И выделиться в этом количестве достаточно сложновитый иногда бывает. А еще сложновитый, когда ты не имеешь выходов куда-то. Очень все-таки нравится, когда приезжают хохлы. Да? Бодрит. Вот хохлятский грайнкор такой, же шпанцы. А, не, же шпанцы, это уже польский пошел. Понятно. Ну, нравится такое очень необычное. Наши, ну, этих ты каждый день видишь. В смысле, каждый концерт. А вот и зарубежных групп вам что нравится? То есть, может быть, на какую-то команду вы ориентируете? Если на какую-нибудь команду вы ходите или сходили бы с удовольствием. То есть, есть какая-то группа, у которой вы бы с удовольствием выступили даже на разогреве, предположим. Или та команда, которую вы, например, слушаете часто, регулярно или на протяжении многих лет. Ну, и, грубо говоря, вот нравятся ли вам такие там столпы металла, как там Ацеп, там Моторхед и... Моторхед, прошлощение, да? Да, вот именно ваши отношения, вот, так сказать, столпам рока и металла. Ну, на самом деле, одно дело, что ты сам слушаешь, другое дело, что тебе хоть... Ну, что тебе в душу прокажутся, а другое дело, что идёт из твоей энергетики. Я вот не побоялся сказать один раз и навсегда, как бы, King Diamond, это вот... Такой... Ну, как бы, он как бы дал мне какое-то вдохновение, я бы так сказал. Я съездил на концерт, и прям... Как бы столб такой, один из столпов. А так, из всего вышесказанного, можно, конечно, целый такой список. Кстати, у меня перед глазами целый список. И не изображает. Ну, почему-то уважаю, не почему-то, а вот Esfix, голландцы. Подсаживайся. Великолепная группа. Они практически как мы, то распадаются, то опять появляются. Просто нельзя постоянно штамповать альбомы. Без вдохновения-то слушать скучно. Короче, нравятся группы, которые... А души нравятся, вот, которые распался... О, Лёха, ты замутил, блин, такую историю целую, философскую. Ахумада... Сейчас все сидят и слушают о том, что... Нравятся очень Ахумада Грануджи. Естественно, Бенедикшин. Ну, чешский Грайнкор никогда... Бенедикшин. Не останавливал, не оставлял людей, точнее. Десайд и... И сейчас еще скажу. Данк Фетус. Ну, первый альбом. В смысле, второй. Ты забыл про Слэйр. Слэйр, блин. Слэйр, это... Слэйр, это... Это классика, классика. Ну, и теперь у нас до конца придачи остается совсем немного. Я предлагаю послушать. Да нет, не совсем. Ну, еще 10 минут. Нет, это больше. 10, 10. Фея Светлая, тебе слишком понравилось? Это может тебя привести в... Да, 10 минут осталось, блин. А мы даже не поговорим о чем. И закутить... И закутить в чат кутежа. И 20 минут, блин. Твою любовь. Пока вы будете слушать эту композицию, мы тут будем бухать. Да. Ну, и теперь послушаем песню группы Носфератес, еще одну. А какого альбома? А потом... Потом продолжим еще разговор. Это прикрусилие? До упора, да. А, дело в том, что нас содрали твою вещь с интернета, и теперь будем сейчас крутить, а мы будем бухать в это время. Ну, начинаем-ка. Ну, я просто отключаю подряд. Тихо-тихо-тихо. Чего сейчас играть-то хочешь? Играть? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Ну вот, прослушали очередную композицию команды. Люцифер, скажи, а почему ты себя считаешь философом? Это меня считают. А, ну а почему тебя считают философом? Ну, наверное, книги такие читаю как бы. Философские? Нет, я люблю больше исторические. Только микрофон, пожалуйста. Больше исторические люблю, вот с такими чертями всякими. Что значит исторические? Ну, там эти шумеры, эти химеры. Ну, то есть ты больше, наверное, историк даже, да? То есть о философии. Есть ли смысл разговаривать? По истории пятерка была. Что? Пятерка была. По истории. Понятно. Не, ну а что там насчет дальше философии? Ну, короче, ты там разбираешься, там философии Канта, там Гегеля, например. Нет. Нет? А жаль. Мне больше Сократ нравится. А, скандинавская очень нравится. А, ну... Милофоя, София Скандинавская. Я поняла. Милофоя, ну ги-ня. Ну, хорошо, ну тогда поговорим про философии. Что ты там хотела? Ну, я хотела спросить, там Люцифера, а ты, например, там веришь в древних богов, там бабушек? О, я ждал этого опроса. А-а-а, да, кстати. Весь вечер... Тихо. Микрофон. Валико. Ой, в смысле. Сандро. Валико, слушай, извини, пожалуйста. Весь вечер он вынашивал этот вопрос. Ну, то что с богами-то? А, с богами все хорошо, на самом деле. На самом деле... С исключением, что они умерли. Все зависит от местности, где ты находишься. Не зря сказал великий этот самый, не будем говорить, кто. Ну, короче, чувствуешь землю, чувствуешь местность, в которую люди на этом месте поклонялись. И меня очень затронула тема, когда я был в Херсонесе. Ой, я там тоже была! Не один раз. И там стоял христианский храм, правда, очень древний. И нам сказали, что на этом месте стояла языческая богиня. Я представлял, что я понял, что это намного красивее, потому что даже корабли, которые приходят к пристани, они видят богиню. А когда они подходят к пристани и видят как бы место казни, типа... Лучше от этой земли поехать дальше. Как бы вот так вот. Ну, Сфера, ты сам вообще веришь в богиню, например, в богов? Не, я верю в то, что вот ощущаю... Не, ну, я чувствую, что-то там, что-то есть, но если вообще конкретно об этом говорить, это часа два или три. А тебя обвиняют в станизме? То есть у тебя бывают там нападения, там всяких там... Ну, нападение было со стороны как бы твоего друга. Может быть, поведаем небольшую историю, то есть есть такое... Он хотел нас сжечь. Да, но это, слава богу, не мой товарищ. И кончился... Сейчас перебил, просто сказал, давайте выпьем за величие языческих богов. И сразу получил как бы кулаком удар, уже не помню куда, по-моему, в область головы. И потом он был изгнан, но он хотел нас сжечь, в общем-то. Да, то есть это была адская история, в общем-то была совершена провокация врагами русского металла и, например, настоящего угара. То есть чел, которому никто никогда не дает, как бы... И никогда не даст. Никогда никогда не даст. Нет, фраза, между прочим, чел, которому никто никогда не дает, это неправильно, как бы... Да, то есть... Тоже компроматка. Он нацепил на себя по типу косуху, чтобы там тёлки на него велись, вот. А потом, например, он дико позавидовал мне и Люциферу, потому что, например, он видел, что я, в общем-то, ведущий, а Люциферу, например, в общем-то, будут давать все тёлки, потому что он музыкант. Он позавидовал и придумал план мести, то есть он открыл глазовые конфорки, закрыл все окна и дико свалил. Да, и на самом деле это всё... И дико свалился с пятого этажа там. Реально всё было очень хорошо, что мы не подали, как бы, милицию. Лучше туда вообще с ним не связываться. А, в девяносто пятом году, как бы, Лёха сказал замечательную фразу, когда мы ехали все вместе из Севаст... Меня уже цитируют. Ну, это... Зачем тебя цитировать, блин? Это мы же были все вместе, как бы, и Вадик там, и из Демонов, как бы, подтвердил. А, да, я сказал. Да, это был радостный такой, радостный вскрик случайный в автобусе, когда ты нашёл свою чашу и крикнул... О, День! Да не, ну это... И пол автобуса начали бухать, короче. Мне просто реально, когда заходишь на берег моря, не хочется видеть этого, которого распятого Хочется видеть какого-нибудь свободного человека, который сам себе решает свои проблемы Как бы ни от чего не свободен В то же время могу одно сказать, что сатанизм это другая сторона христианства Как бы я захожу дальше, мне интереснее древнейшие древние религии, как они вообще там колбасили без всяких Иисусов, без всяких Хрисосов Да, без всяких сатаны, да? Вот они колбасились и все Не то, что я верю, просто мне это интересно, интересно во что они верили Потому что как бы человечество существует уже 12 тысяч лет, а христианство только 2 тысячи Мы, а до этого что, все, извиняюсь, выражения уебками что ли были? А языческие боги? Не думаю Люди жили и как бы, ну, канализация была Единственное там, как бы христианская церковь говорит, что в Риме была как бы педофилия, гомофилия Сейчас то же самое есть, то же самое делают священники, но это прикрыто Это по телевидению не показывает А на самом деле все, как бы, нижние... Нет, не все, а вся итальянская порнушка, она все-таки выходит на поверхность Все нижние пороки человечества, они с того времени остались Вот она где она, вот она у нас Кто отчет, малысый обанник Мы ее раз покупаем, блин, он коробочку убрал и понесу Короче, все Это была точка зрения наших сегодняшних гостей на тему христианства, язычества и порнухи, то есть, например А, кстати, одно от другого недалеко лежит Конечно! Ну, кстати, вот, наша передача подходит к концу И тогда у меня вопросы обязательно к ответу к Алексею и к Эдуарду Леша, Эдуард, ваши отношения к порнофильму? Какие они должны быть и смотрите ли вы их? Ээээ... А, уже? Отвечаю, да Конечно! Мое отношение первые две минуты вот... А потом что происходит через минуту? А потом уже все Надоедает? Нет, потом... А, все, мы поняли, да Это грустная история, Эдуард, может быть... А вы как? Что вы делаете? Отвечайте, пожалуйста Да, отвечаю уже Да могу смотреть до упаду Упаду чего? До упаду чего? Да уж вы не упаду, короче Смотрю, пока не упаду В общем, совершенно... В общем, могу дать... Это фильм! Могу совет дать, короче Это не жизнь В общем, могу дать совет, если вы поссорились со своей девушкой Эдик, дай по-дому, говори, да? Так, ты меня перебил, дай мне это говори Слушай, не перебай меня Слушай, я дорогой... Если вас скинула девушка Так, так, так Вы ее заводите к себе Посмотреть фильм, там, Люди Икс 2, там, 3, там, неважно Ставите... Ставьте ей порнуху Не взначай, включайте, говорите Ёпцать Я не знал Перебутал И поверьте мне Если она действительно с мозгами у нее все хорошо У вас все получится Ну что ж, это такие были рассуждения наши Ну, замечательно Напоследок просто Люцифер посоветовал, блин, ставить всем порнуху, если чего А как же 2 минуты? А, ну да И знакомиться с разумными девушками Ну, конечно, знакомиться всегда с разумными женщинами, девушками, девочками Как бы выше 2%, так же и Люцифер 2 минуты, например Не, ну 3 минуты там 32 секунды осталось Не, ну 3 минуты, это сколько шпилить-то 3 минуты, блин 20 фриксов, одна эрекция Ой, тьфу Какая-то ад творится Я думала, что нам пора заканчивать передачу, да 20 фриксов, одна эрекуляция, блин, и все, и закончен половая Да, мы отправляемся жариться на одной конфорке номер 6 Ждите нашу передачу через неделю А так же в кабинку номер 5 может быть Сейчас, да Сейчас, наша передача выйдет через неделю 20 А, уже 5 октября Это будет, например, группа Аркона, дико популярная, где поет Маша Скрим О, Маша Скрим мы знаем, может, Паркен тоже У нее не только хороший голос, но офигенные сиськи, поэтому советую Ну, потому что здесь постоянно рядом, там, так сказать, дико Кстати, скажи, скажи, мы их по почте высылаем Подрочить, да, как бы ухода По почте высылаем Вот, и за самый интересный вопрос будет, в общем-то, диск с автографами Маши Скрим, вот, ну и может быть и не только В общем-то, жди группу Аркона Вот, и последнее слово осталось у Леши Лецефера Ну, если, будьте свободны, слушайте тяжелый брутальный метал В общем, любите все, что вы не боитесь любить И любите жесткие струны, и любите жесткий накал И, в общем, любите зомби Они вам обязательно придут сейчас или после смерти Пока, с вами были Фея Светлая И Фея Темная До новых встреч в Роклике Жди следующей пятницы Спасибо за субтитры Алексею Дубров嗎? Спасибо за субтитры Алексею Дуброва th Субтитры Алексею Дуброва